Приветствую всех на своем канале, спасибо, что смотрите меня. Кому интересно узнать, как закончилось мое лечение с лайнерами Invisalign, смотрите в этом видео. Итак, я относила все свои 26 пары лайнеров, которые мне дополнительно выслали на корректировку моего результата. То есть в итоге я относила, сначала у меня было 33 пары, и потом еще дополнительно мне выслали 26. То есть в итоге у меня получилось 59 пар. Итак, у меня все зубы сейчас стоят на ровной прямой, но результат еще не идеальный. Сейчас расскажу почему. Во-первых, хочу заметить, что лайнеры справились прекрасно со своей задачей без удаления зуба, которые мне прогнозировали удалять, если бы я носила обычные брекеты. Мне очень понравилась эта система выравнивания зубов, очень комфортно с ними, быстро привыкаешь и потом абсолютно не замечаешь, что у тебя во рту есть эти лайнеры. В общем, всем рекомендую. Но почему же у меня результат не идеальный? Я уже рассказывала в одном из своих предыдущих видео, что у меня вторые зубы, они немного короткие. И один зуб у меня был когда-то немножко отколот. Поэтому, чтобы довести мой результат до идеального, мне нужно немножко нарастить эти самые двойки, чтобы в результате все зубы, они выглядели ровно. Сейчас вам покажу поближе. Я уже ходила к своему стоматологу, мне даже сделали специальное такое моделирование, делали слепки, фотографии, как мои зубы будут выглядеть после наращивания. И результат вау! Мне очень устраивает он. Зубы выглядят очень красиво, идеально. Они используют обычный материал, как для залечивания дырок. Обычный цемент, тот же самый, которым залечивают обычные дырки. Возможно, что вам и не понадобится никакая корректировка после уже ношения лайнеров. У кого-то результат сразу вау! И вы можете наслаждаться своей новой красивой улыбкой. Но мне, к сожалению, вот видите, нужно еще подкорректировать длину зубов. Поэтому я вам сниму обязательно еще одно видео, покажу, как будет выглядеть мой результат. Еще вам хочу в этом видео рассказать, что же ожидать после окончания лечения с элайнерами. Значит, вы закончили носить все ваши пары, дополнительные, недополнительные. Вы довольны вашим лечением. Ваши зубы выглядят идеально, ваша улыбка выглядит идеально. Вам все нравится. Теперь главная задача сохранить результат. Потому что у зубов есть такая особенность. Они начинают на протяжении времени двигаться и возвращаться в ту самую позицию, откуда они начали движение. По окончании лечения делают опять слепки. И изготавливают еще одни элайнеры. Они уже постоянные. Это постоянные элайнеры. Они называются ретейнеры. Их нужно носить на ночь, каждый день. Перед сном. Почистили зубы. Одели ваши постоянные ретейнеры. Лили спать, в этом проснулись, сняли. И все, и забыли. Ухаживать за этими ретейнерами ночными нужно так же, как и за элайнерами, которыми мы исправляли зубы. Нужно обязательно их каждый день чистить перед тем, как на ночь одеть их. Вот так выглядят ночные ретейнеры. Они похожи очень на обычные лайнеры. Просто немножко вот у них такие края необработанные. И как бы это страшно ни звучало, эти самые ночные элайнеры, ретейнеры вам придется носить на протяжении всей вашей жизни. Каждую ночь. Но на самом деле меня это не пугает. Главное только просто обращаться с элайнерами осторожно. Всегда их убирать в чехол. Всегда помнить о том, что нужно их каждую ночь одеть. Не забывать их одевать. И тогда ваш результат сохранится долго, сохранится на всю вашу жизнь. И вы будете довольны своей улыбкой. И улыбаться чаще, радоваться жизни. И хочу вам пожелать всего самого наилучшего. Я постараюсь в следующем видео, в заключительном, показать вам уже свой результат после наращивания зубов. И если у вас какие-либо есть вопросы, оставляйте в комментариях. И в следующем видео я обязательно отвечу на них. И сделаю такое вот заключительное видео на тему моих элайнеров. Спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok